Добрый день, дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. И наша недельная глава называется «Ваехи» – жизнь, жизнь Якова, но, как часто у нас у евреев все бывает наоборот, глава, которая называется «Жизнь», говорит о смерти. О смерти не только Якова, но и его сына Иосифа и, венчуле, всех остальных сыновей Якова, отцов остальных 11 колен. К сожалению, в моей работе, будучи раввином общины, мне приходится достаточно часто сталкиваться с смертью. Мне приходится быть с людьми, с членами моей общины, и не только в те тяжелые моменты, когда они теряют близких, заботятся о том, что все было проведено в соответствии с нашими традициями. И на самом деле нет другого этапа жизненного цикла человека, в отношении которого не существовало бы такого огромного количества, зачастую противоречащих общин. Каждое местечко, каждая община, каждый другой город, каждая другая часть света имеют свои собственные, абсолютно написанные, высеченные на камнем традиции, которые ни в коем случае нельзя нарушать, которые иногда противоречат друг другу. Но это очень важный момент, да, мы очень чувствительны. В этот момент нам важно, чтобы это было сделано правильно. Но так получилось, что Всевышний разбросал нас или других народов. И такая судьба нашего народа, такая специфика нашего народа, что мы абсорбируем в себе традиции других народов, среди которых мы живем. И во всех, на самом деле, культурах, во всех религиях момент смерти занимает центральное церемониальное значение в той или иной традиции. И мы зачастую, принимая эти традиции, считаем их за еврейские или боимся от них отойти, потому что мы к ним привыкли. Хотя они абсолютно противоречат еврейскому подходу к этому процессу, к этому процессу расставания с близким джеком. Некоторые устраивают из смерти чуть ли не праздник, огромное количество цветов, музыка, застолья. Это не наш, это не еврейский подход. Некоторые предпочитают одеть вместо традиционного простого еврейского савана, тахрихин, как это называется на иврите, своих близких в роскошные костюмы или платья, сделать им прически, наложить макияж, накрасить губки и подвести глаза. Это тоже не наш подход. Более того, в еврейской традиции считается крайним неуважением к ушедшему человеку выставлять его или ее на показ. Невизуальная должна быть память. Некоторые безудержно страдают, плачут, убиваются, что также не является, наша традиция, не поймите неправильно, ни в коем случае мы не должны скрывать своих эмоций. Но нам все равно нужно пытаться быть честными с самим собой, потому что когда близкие уходят от нас, мы плачем, мы должны плакать. Но если быть честным, мы плачем не о них, потому что мы верим, что они сейчас в лучшем месте, а мы плачем о себе, потому что такого близкого человека теперь нет рядом с нами. Иудаизм, как во всем, предлагает нам золотую середину. Именно наша глава, глава Ваехи предлагает нам основной принцип того, что такое память, как рассматривать смерть. Наша глава называется «Жизнь». Но, как я уже сказал, мне говорит о смерти Якова, Иосифа, в дальнейшем братьев, но именно о Якове, о нашем праотце Якове сказано, что Яков не умер. Объясняется, что значит, что он не умер. Это значит, что все его потомство идет за ним, по его стопам, в прямом и переносном смысле. Мы и провожаем его в последний путь, как говорится, в Хеврон, где он был похоронен со своими праотцами. Но мы, его семья, его потомство, еврейский народ, идем по его принципам. Именно поэтому он продолжает жить. Он идет в Хеврон, будет похоронен со своей женой, со своим отцом и матерью, с Хавом и Ривкой, с женой Леей, с бабушкой, с дедушкой, с Абрамом и Сарой. И именно там, вот в этом момент, в момент нашей главы, похорон Якова, и меняется все представление о том, как нам нужно относиться к смерти. Смерть – неотъемлемая часть жизненного цикла. Смерть – это, как и любой этап в еврейском жизненном цикле, это трансформация. В данном случае, трансформация души из этого материального мира в какие-то новые духовные измерения. Но это не только трансформация души, ушедшего от нас человека. Это и трансформация нас с вами. В этот момент тот, кто был сыном, становится отцом. Тот, кто был внуком, становится сыном. И мы становимся всей частью длиннющей, огромной цепочки. Мы все вплетаемся, как неразделимые звенья, многотысячелетнюю цепочку нашего народа. И тогда смерть одного человека становится жизнью, становится нашей жизнью. Вы скажете, что легко говорить. Что же делать, когда это касается тебя, когда сложно справиться с переполняющей тебя болью? Я согласен. Когда это касается тебя, это очень тяжело. Но именно поэтому наша глава, которая называется «Жизнь» и говорит о смерти, и является последней главой в книге, в первой книге Тора, книги «Берейшес». Потому что по окончанию этой книги мы все вместе в синагоге кричим «Хазак, хазак, но нет хазек». Сильный, сильный, да приумножатся наши силы. Дай Бог нам всем силы справиться со всеми тяжелыми испытаниями. В первую очередь с потерями близких. Успехов. До встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!